Добрый вечер на ТНВ новости в студии Лисан Сабирова и в начале коротко о главных темах этого выпуска. Обрушение и фаер шоу. С межведовственных учений МЧС на Казань-Арене. Слава Тухмадолян. Нырнули не в море, а в долги. Выиграли, выиграли, но естественно мы обрадовались. Как казанцы теперь должны расплачиваться за несостоявшийся отдых. Альбина Слагараева. Нижнекамским школьникам еда не пришлась по вкусу. Сегодня, например, мне не очень все нравится, поэтому и полная тарелка еда остается. Об ингредиентах школьного питания. Альбина Минебаева. Дом занимательной науки и техники под угрозой закрытия. Мы не занимаемся развлекухой. Мы занимаемся наукой. С какими проблемами столкнулся детский центр Анна Городнова. Пригласили на КАМАЗ. Сегодня Рустам Иниханов на российском инвестиционном форуме в Сочи предложил премьер-министру приехать и оценить новый КАМАЗовский двигатель. А заодно рассказал о новых проектах группы компании ТАИФ. В копилке делегации Татарстана уже несколько подписанных соглашений о сотрудничестве. Одно из встреч делегации ТАЛИ идет в эти минуты. Подробнее о рабочем дне татарстанцев по телефону специальный корреспондент ТНВ в Сочи Дина Газалеева. Сегодня второй. Основной день российского инвестиционного форума в Сочи стал невероятно насыщенным. Известно, что такие площадки позволяют многим заинтересованным не только найти себе потенциальных партнеров по бизнесу, но и довести очень быстро свои предложения до руководства страны и членов правительства. Сегодняшний день не стал исключением. И традиционный обход стендов регионов Дмитрием Медведевым завершился приглашением премьер-министра приехать на КАМАЗ. Рустам Иниханов начал свой рассказ об успешных проектах Татарстана. В частности, в машиностроении по изготовлению нового двигателя и общей цифровизации производства на татарстанском автогиганте. Но главный акцент президента Татарстана сделал на развитии нефтяной отрасли завода Танека и Нижнекамскнефтехима. Этилен-600. Это на 600 тысяч тонн. Это и полиэтилен будет, и полипропилен, и все остальное. Это практически в два раза увеличить объем производства полимеров на Нижнекамскнефтехиме. Полимеры-то это очень важно, потому что у нас не хватает. Сегодня это очень востребованно. И именно тут сегодня подписали соглашение о сотрудничестве фирмы из Нижнекамска и Ростовского правительства. Подписи под еще одним документом. О взаимодействии сегодня поставили сразу несколько губернаторов. Речь идет о создании межрегионального промышленного кластера «Композит без границ», который объединит Татарстан, Московскую и Саратовскую области. По планам это соглашение даст толчок к развитию профильного рынка композитов. А в регионах, участниках соглашения, появятся новые рабочие места. Ну а общую для страны стратегию развития региональной инвестиционной привлекательности до 2025 года обсуждают уже на основной пленарной сессии форума. Чтобы развивались не только центры глобальной конкуренции, мегаполисы, агломерации, хотя это очень важно, это именно так, но появлялось и как можно больше центров иного масштаба. Речь идет о малых и средних поселениях. В частности, сегодня здесь прозвучало предложение внедрить систему «Умный город» в Нижнекамске и набережных Челнах, то есть перевести городское хозяйство целиком на современные рельсы. Рустам Мениханов дал поручение проработать этот вопрос, а в эти минуты еще продолжается рабочая встреча делегации республики с представителями Италии. Дина Газалиева, ТНВ, Сочи, Краснодарский край. Проведение крупных международных событий – залог привлечения инвестиций. Один из таких – чемпионат мира по футболу уже этим летом. Сегодня на Казани арене прошли масштабные межведомственные учения, а не последние перед чемпионатом. Файер-шоу, обрушение стадиона и повышение радиационного фона. Навыки отрабатывали 500 спасателей, полицейских, медиков и сотрудников спецслужб. Как в минус 15 на футбольном поле кипели страсти, Салават Мухмадуллин. Классика с футбольных трибун. Файер у кромки поля. На густой дым и яркий свет тут, как тут пожарные. Усмирить болельщиков призван ОМОН. Но погасили страсти на трибунах не они. По легенде, в крышу стадиона ударила молния. Секунды и обрушение. Ты рука моя! Ты рука моя! По предварительным данным, 5 человек погибли и больше 30 пострадали. Учения максимально приближены к реалиям. Это видно по загримированным болельщикам. На трибуне их полсотни. Массовки сотрудники центра оказания первой медицинской помощи. Помощь пострадавшим оказывают прямо на месте. На тяше стадион организован оперативный медицинский штаб. Футбольное поле превратилось в полигон для учений. Главное дать, чтобы человек был в сознании. Чтобы не потерял сознание, чтобы был с нами, разговаривать. Произошло срабатывание системы радиационного контроля. На КПП «Казань-Арена» другое ЧП. Сразу двое мужчин попались с оповышенным уровнем радиации. Одного из них задерживают. Пропускной пункт временно закрывается. Сегодня мы говорим о том, что завершающая фаза подготовки к чемпионату мира. Поэтому на отдельных объектах, это гостиницы, где-то места проживания, там они будут проходить. А вот масштабы таких учений мы уже не предполагаем. Уже в конце мая «Казань-Арена» перейдет в обведение ФИФА. В рамках безопасности во время футбольного мундиаля будут вводиться ограничения на реке Казанка и на территории центра семьи Казан. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Вместо рассрочки кредит, вместо отдыха на море, долги к нам в редакцию обратились пенсионеры с жалобой на туристическую фирму «Азимут-360». По их словам, менеджеры обманным путем заставили подписать кредитный договор на путевку, на руки ее не выдали. К тому же цена за отдых оказалась слишком дорогой. Теперь они должны банку. Альбина Солгараева наведалась в офис турфирмы. Так почему же нашу съемочную группу, в отличие от потенциальных клиентов, встретили негостеприимно? У моей мамы горели глаза, и она мне сказала, что они едут отдыхать. В тот момент пенсионеры еще верили в то, что скоро будут греться на пляже. К тому же до того все шло по лучшему сценарию. В одном из торговых центров пенсионерам предложили принять участие в лотерее. Она, конечно, оказалась беспроигрышной. За подарком нужно было подъехать отдельно. Это оказался офис турфирмы «Азимут-360». Моим родителям досталась вот эта вот веб-камера, подарок, которая не содержит вообще никакой инструкции и уже с элементами того, что камера была в употреблении. Тут же выяснилось, что казанцы выиграли еще и недельную путевку на отдых за границу. Удивилась, очень даже удивилась. Думаю, неужели еще такое бывает. Естественно, ошиблась. Для людей, которые никогда не были на море, это стало исполнение мечты. Им долго и красиво рассказывали о белых песках, о теплом море, коктейлях, апартаментах и четырех звездах. С одной маленькой оговоркой. Пенсионерам оплачивали проживание и услуги гида. За перелет нужно было доплатить. Пенсионеры признались в отсутствии денег. Тут им предложили рассрочку, но это оказался кредитный договор. Получается 68 тысяч. Мои родители должны заплатить. Теперь пенсионеры путешествуют ежедневно. До офиса турфирмы и обратно. По их словам, заявления на аннулирование сделки менеджеры не принимают. Грубят и отказываются разговаривать. В этом убедились и мы. Сразу после многообещающего плаката «У офиса гостеприимство закончилось». Вот так и ходил из Бомбея в Дубай и обратно мужчина в белой рубашке. По словам пенсионеров, он руководитель. Также вели себя и менеджеры компании. Вам нельзя туда? У нас идёт рабочий момент. Выдайте, пожалуйста. От комментариев отказались, вызвали полицию. Выпустите меня. На каком основании? Вы сейчас меня задерживаете. На каком? Правоохранители признались, что буквально вчера не разбирали подобный спор здесь же в этом офисе. Пенсионеры не первые клиенты с жалобой. Судя по отзывам, в интернете турфирма работает не только в Казани. При этом у клиентов уже ранее возникали сомнения. Туроператор Азимут 360 Казань разводит людей. Пригласили на презентацию, сказали, получите подарки. Телевизор, фотоаппарат. Как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке. Людей разводят. И с чистой совестью дальше работает ужасная контора. Развод полный. Это не турфирма, а лохотрон для народа. Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Надо срочно соглашаться на 140 тысяч рублей. Вот так примерно выглядит заклинание современных шаманов из фирмы Азимут. В такой форме оказания туристических путевок у нас нет в российской законодательстве. По документам фирмы Азимут 360 представитель международной компании из британских Виргинских островов. По словам юриста, в действиях турфирмы проглядывает статья Уголовного кодекса. На самом деле, наличные признаки систематичность, отсутствие надлежащих услуг, а всего лишь видимость создания реальности оказания услуг. И второй момент введения в заблуждение при способе оплаты. А пока же пенсионеры написали заявление в прокуратуру и в полицию. Их главная цель даже не вернуть деньги, а предостеречь остальных. А этот отдых, не состоявшийся, уже действительно стал для них незабываемым. Первый срок оплаты кредита 9 марта. Альбина Аслагараева, Марат Зайдулин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Антимонопольная служба Татарстана обвинила молочных трейдеров республики в сговоре. Как показал мониторинг, с июля по декабрь прошлого года закупочные цены на сырье на молочном рынке заметно повысились. А уже с середины декабря до конца января цены резко упали. Хотя зимой надой ниже, а спрос прежний. Как правило, в такой ситуации цены либо остаются на прежнем уровне, либо повышаются. Это свидетельствует о наличии в действиях трейдеров соглашения. А это нарушение федерального закона о защите конкуренции. В Нижнекамской школе пожаловались на качество питания. По словам родителей, блюда холодные, а в меню не хватает овощей. С сентября за питание в Нижнекамском районе, как и в Казани, отвечает Департамент продовольствия и социального питания. Накануне руководство лично проверило столовую и кухни некоторых учебных заведений. Обсудили меню и со школьниками. Почему стандартное может быть невкусным, разбиралась Альбина Минебаева. Холодные и невкусные блюда, а в результате дети почти голодные. Школьники и родители Нижнекамска недовольны качеством питания. Жалобы в социальных сетях и от самих учеников. Сегодня, например, мне не очень все нравится, поэтому и полная тарелка. Вчера нам дали зеленые котлеты и все так нормально. Котлеты невкусные, суп съел. По словам школьников, из меню почти ушли блюда из картофеля. И это тоже не нравится ученикам. Департамент продовольствия и питания ссылается на неурожай. Если овощи доставляются подрядчикам из самого Нижнекамска, то полуфабрикаты из казанских цехов. Сюда подается фаш ковяжий, но потом по 4 килограмма пакет и в коробке по 16 килограмм. Вот такие вот полуфабрикаты как раз и поставляются в школы Нижнекамска. Именно из них повара готовят обед ученикам. Поэтому, по словам руководства департамента, даже если все технологически, выверено, человеческий фактор не исключить. Полуфабрикат один, замороженные пельмени. То есть их можно недоварить, переварить. За перечень блюд полностью отвечает департамент. Вот, например, среднее меню одной из казанских школ на одну февральскую неделю. Старшеклассникам достались макароны, рыбные и мясные блюда. Из напитков есть даже кофейные. У младших классов калорий больше. Тут помимо макарон можно встретить плов и мучные изделия. Кому-то нравится, а кто-то не наедается. Мне нравится суп и второе. Комплекса ему не хватает, поэтому он в буфет еще пирожками допитывается, докушивает. Сытно или нет, решают дети, а формируют меню технологи департамента. Каких продуктов должно быть больше, а каких меньше. Решение еще и за Роспотребнадзором. Но даже школьное меню возможно подстроить под себя. Понятно, есть требования Роспотребнадзора для правильного развития организма. Дома же мы, я думаю, навряд ли кто-то открывает Санпин и читает, как правильно, какое блюдо дать сегодня ребенку. Не все блюда дети у нас любят. Поэтому для этого мы создаем эти мобильные приложения, общение с старшеклассниками. С октября 2017-го 4,5 тысячи заявок поступило на мобильное приложение «Поел и доволен». И по данным самого департамента, половина из них – это жалобы на качество блюд. Альбина Минебаева, Александр Лобанов, Эльвира Софиулина, Максим Липен, ТНВ, Казань, Нижнекамск. 39 пострадавших детей в одной из арских школ выписаны из больницы. Напомним, ученики Казанбашской школы 10 и 11 февраля были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. После чего учебные заведения закрыли на карантин. Установлено, дети заболели из-за несоблюдения сотрудниками кухни правил личной гигиены. Также они пренебрегали и правилами обоработки посуды. В отношении персонала и директора школы будут составлены протоколы об административном правонарушении. Штраф в таких случаях достигает до 70 тысяч рублей. В Казани под угрозой закрытия дом занимательной техники и науки. За почти пять лет работы, навыки, инженерной мысли получили сотни ребят. А интерактивный музей посетили тысячи. Но его создатели столкнулись с финансовыми проблемами. Технические кружки, которых в Татарстане и так единицы, могут закрыться. Есть миллионные долги за аренду. Частный проект не в силах выжить самостоятельно. Анна Граднова продолжит тему. Сделали технологические вырезы специально. Реактивный самолет Л-29, экспериментальный КАИ-81. Настоящий дельтаплан и яхта. Такие экспонаты вряд ли встретишь в обычном музее. Этот интерактивный. Законы физики в действии. Оптические иллюзии наглядно. Мне нравится. Я хочу для него. Очень интересно, любопытно. Катушка Теслы. Если подвести к ней любой электрический элемент, например, лампу, она начинает загораться. Дом занимательной науки и техники открылся в июне 2013-го. Здесь работали кружки, детский технопарк, музей. Идейным вдохновителем и руководителем проекта был летчик-космонавт Георгий Гречко. Как Георгий Михайлович сказал Гречко, мужики, если бы я не ходил в 1938-м году в школу, в дом занимательной науки и техники, то я бы никогда не стал ни космонавтом, ни аэродинамиком, ни ученым. В прошлом году герой Советского Союза ушел из жизни, но центр продолжал развиваться. Ребята после победы в чемпионате по бумажным самолетам даже выиграли поездку в Москву. Вместе с Рустамом Минихановым посетили конструкторский центр «Боинг». Сделать тренажер так же сложно, как сделать кабину настоящего самолета. В республике развитие детского творчества всегда в приоритете. О поддержке научно-технических кружков не раз говорил в своих выступлениях и президент. Мы эту тему всегда поднимали. Мне все время казалось, что мы недостаточно занимаемся вот этими прикладными, особенно техническими видами, интеллектуальными видами обучения. В Татарстане по федеральной программе в Альмитиске, Челнах и Нижнекамске открылись детские технопарки «Кванториум». Технопарк этого интерактивного центра закрылся. От детского технопарка «Алга» осталось только вывеска. Здесь работали лаборатории космонавтики, радиоэлектроники. Но платить за аренду 300 квадратов стало невозможным. Технопарк пришлось закрыть. За почти пять лет работы частный проект не получил ожидаемой поддержки. Зарабатывать большие деньги на обучение детей трудно. Итог – более 2,5 миллионов рублей долга за аренду. Проблему, считают руководители центра, в другом. Нужно сохранить этот центр. Технических кружков в республике не больше 15%. Приходя на заводы, понимаешь, что молодые туда не идут, инженеры. Через 15 лет ТУ-160 не взлетит. Если сейчас, вопрос не решить. Арендодатель уже два года позволяет работать с долгом, но только до конца февраля. Все, кто неравнодушен к детскому творчеству, может помочь, обратившись по телефону, указанному на экране. Анна Городнова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и смотрите далее. От сессии до профессии. Без этого движения уже свою студенческую жизнь дальше не представляю. В Татарстане готовятся к празднованию Дня российских студотрядов. Каким будет главный подарок работающей молодежи, расскажет Рамиль Шайдолин. Как с помощью штурмовой лестницы и окна выбирали лучшего спасателя России? В сюжете Сергея Хайдарова. С рабочей поездкой Фарид Мухаммедшин посетил Тукаевский район. Председатель госсовета оценил работу семенного завода в селе Новотроицкое. С этого дня предприятие носит имя друженика сельского хозяйства Юлдус Курмашева. В сутки предприятие перерабатывает более 600 тонн зерновых. В прошлом году в Тукаевском районе построили 680 домов, реконструировали более 20 километров дорог, проложили 3 километра водопровода. Среди проблем нехватка мест в детских садах, обеспечение новых микрорайонов инженерной инфраструктурой. Возрастаются небольшие новые территории, которые надо обеспечить инженерными сетями, коммуникациями. Есть вопросы, связанные с повышением надоя и увеличением производства молочной продукции. Они актуальны для района. И ряд других крупных вопросов, которые всесторонне сегодня и в выступлениях, и в докладе были проанализированы. Посетил сегодня Фарид Мохамедшин и Заинск. Здесь председатель госсовета осмотрел элеватор промпарка «Заман», который может принять более 80 тысяч тонн зерна. На районной сессии Фарид Мохамедшин призвал руководство района активизировать работу в сфере строительства, привлечения инвестиций, развития малого и среднего бизнеса, а также обратить внимание на демографию. В Татарстане завершается установка камер видеонаблюдения на участках для голосования. На этих президентских выборах следить за процессом будут усовершенствованные IP-камеры, которым для передачи данных не нужны компьютеры и другие устройства. Как заявляют установщики, воспользоваться новинкой сможет каждый. Как это сделать и что можно увидеть с помощью такого ока, уже посмотрел Дмитрий Аринин. Не просто вешают как следует, но и направляют куда надо. Таков процесс оснащения участков для голосования системами видеонаблюдения. С ними на мониторе помещения, как на ладони. Сейчас здесь актовый зал школы, а ближе к выборам вместо зрительских мест появятся атрибуты волеизъявления. Одна из камер направлена на комиссию, и вторая камера направлена на урну для голосования. Следить за процессом будут IP-камеры. От предшественниц они отличаются меньшим размером и отсутствием посредников для связи с интернетом. В прошлые годы для трансляции видеокамеры подключались вначале в ноутбук, где видеозапись записывалась, и то, и то потом она транслировалась в интернет. Сейчас IP-камеры напрямую подключаются к интернету. По защищенным сетям видеоизображение транслируется вначале на сервера Ростелекома, а потом будет транслироваться для всех желающих на специальном портале. Таких комплектов видеонаблюдения в Татарстане будет более тысячи. Они откроют онлайн-обзор на все территориальные избирательные комиссии и треть участков для голосования, в основном в крупных городах, где много избирателей. Любой гражданин Российской Федерации, он сможет в режиме реального времени отслеживать, как идет процесс голосования на том или и в избирательном участке, где будут установлены эти видеокамеры. Для просмотра нужно будет воспользоваться ссылками, которые Центр избиркома публикует ближе ко дню голосования, 18 марта. Как ожидается, такое недремлющее онлайн-око обеспечит чистоту и прозрачность голосования. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Бессмертие поэта. Сегодня республика отмечает 112-ю годовщину со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля. В Казани цветы к памятнику поэта возложили представителя литературного сообщества республики, общественные деятели, школьники. Традиционно в этот день память поэта почтили чтением стихов в Национальном музее Татарстана. Здесь же представители Моабитской тетради, бессмертные произведения, написанные поэтом перед смертью в берлинской тюрьме Моабит. Митрополит Феофан осветил сегодня отреставрированный храм Сергия Радонежского в Казани. Реставрация церкви длилась три года. В новоосвященном храме владыка провел первую божественную литургию. На богослужение пришли десятки горожан. А в подземной части храма открылся музей, посвященный истории обретения и прославления казанской иконы Богородицы. Открытие любого храма это приобретение не только для казанской епархии, но и для всех живущих и приезжающих в Казань. Тем более храмы, которые имеют большую историю. Тем более храмы, которые были поруганы, а сейчас восстановлены. К труду готовы в Татарстане поставят памятник трудолюбию студентов. Со дня на день в Казани покажут, каким будет место, призванное сплотить и тех, кто в 50-х осваивал целину, и тех, кто сейчас поднимает Крымский мост. Наступает день российских студенческих отрядов. Сегодня в движении больше 10 тысяч татарстанцев. А самим татарстанским студотрядам более полувека. Что все это время влечет молодежь заниматься порой тяжелой, но всегда работой всероссийского значения? Рамиль Шайдулин. Вот, например, такая подушечка. Мы привезли ее из Челябинска. Подарок от друзей. В 16-м году Булат Низамуддинов и его команда работали на Челябинском заводе. Годом раньше на космодроме Восточный. Молодых и энергичных впустили на объект повышенного внимания в составе студотряда. Уставали, скучали. Жили в палатках на протяжении двух месяцев посреди леса, можно сказать. Но, как известно, тяжелый физический труд, тяжелые условия, они ведь закаляют человека. И поэтому я оттуда вернулся совсем другим человеком. Так поменялась его жизнь и еще тысяч студентов, кто летом брал в руки инструменты и отправлялся работать. За все время миллионы татарстанцев. Республиканским студотрядом исполняется 55 лет. Была русская инициатива об установке стеллы. Стеллы, посвященной деятельности студенческих трудовых отрядов. Местом под первый памятник студотряда в Татарстане уже выбран сквер у берега Казанки. А вот с внешним видом пока вопросы, будет ли скульптура в виде работяги-студента, или это будет что-то абстрактное, выяснится на празднике. На дне российских студенческих отрядов в Казани его планируют отметить с размахом в финале третьего республиканского форума студентов. Не словом, а делом, где лучшие студотряды разделят призовой фонд в миллион рублей и увидят облик будущего памятника. Эта пастелла, она была бы символом студенческого и объединяла бы поколения 60-х и 80-х годов. И, конечно, сегодняшних отрядов. А ведь дел у нас студенческими отрядами немало. Целина, крупнейшие стройки СССР и уже современные России. Стройка на Амуре и мост в Крыму. Дело сложное, но всегда важное. Только в 17-м году в стройотрядах побывали больше 10 тысяч татарстанцев. Рамиль Шайдулин, Мараза Айдулин, ТНВ, Казань. Штурмовая лестница в руки и в окно в Казани стартовали 14-е всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту. За кубок министра ГО и ЧС России борются 35 команд и почти 500 спортсменов со всей страны. Сегодня их задача быстрее остальных возобраться на четвертый этаж и при помощи штурмовой лестницы. Кто из спасателей был на высоте, увидел Сергей Хайдаров. Внимание! В каске и со штурмовой лестницей спасатели словно олимпийцы покоряют победные вершины. Со стороны они напоминают нечто среднее между спринтерами и прыгунами шестом. Роман Вагнер представляет татарстанских спасателей. Говорит, спортивное прошлое помогает ему в настоящем. Ребята, которые заканчивают уже спортивную карьеру, переходят непосредственно уже работать по своей специальности и, как показывает практика, что становятся лучшими пожарными регионов и страны даже. Чтобы доказать превосходство, спасатели со всей страны словно ниндзя взбираются на четвертый этаж. Штыковая лестница и окно – это единственное, что держит спортсмена. В тропях несложно и сорваться. Бывало и такое, но ничего страшного, там же сетка страховочная, поэтому все предусмотрено. В среднем на всю дистанцию у спортсменов уходит около 15 секунд, и за это время им нужно подняться на четвертый этаж. Здесь их ждет судейская бригада, и для точности работают специальные датчики. Когда спортсмены касаются их ногами, время останавливается. Судейский корпус, современные датчики и даже допинг-контроль. Организация как на Олимпиаде. Благо сегодня обошлось без скандалов, шутят судьи. Но спортсмена могут снять соревнования не только за употребление препаратов. Фальстарт первое. Второе, значит, снять окончательно за применение допинга в соревнованиях. Небрежный вид. Эти старты – начало большого отбора. Следующие состоятся летом в Уфе. По итогам всех этапов лучшие спасатели войдут в состав сборной России и отправятся на чемпионат мира в Словакию. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программу «Вызов 112». А сейчас прогноз погоды. До встречи в 21.30. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов. Рустам Миниханов встретился с хоккеистами казанского «Акбарса» и пожелал удачи подопечным Зенатлой Билли Лединова в плей-офф Кубка Гагарина. Президент Татарстана отметил, что в регулярном чемпионате нынешнего сезона «Барсы» сыграли на хорошем уровне. Но плей-офф – это уже другая история, другая игра. Мы ярые поклонники «Акбарса» и вместе с вами будем радоваться нашим победам, переживать наши поражения. Их тоже нужно правильно воспринимать, делать выводы и настраиваться на новые победы. Есть уверенность, что в этом году мы серьезно подготовлены и можем бороться за победу, подчеркнул президент республики. Казань в эти дни принимает чемпионат России в дисциплине «Комбинированная пирамида». Сто сильнейших бильярдистов страны определяют лучшего. Среди претендентов на титул – молодые спортсмены из нашей республики. Некоторым участникам еще нет и 18 лет, но за их плечами уже имеются международные титулы. Один из перспективных спортсменов республики, Эльдар Вахитов, стал чемпионом мира в составе сборной России. У девушек свои фавориты, но в то же время есть определенный костяк участников, к чьим победам в последние годы уже привыкли. В Казань чемпионки приезжают с особым настроением. Рекордное количество участников вынудило организаторов поменять регламент соревнований. Все игры проходят по олимпийской системе. Имена победителей станут известны в субботу. Призеры получат путевку на мировой чемпионат. Я надеюсь, что помогут. Хотелось бы в полуфинал войти. Для меня это было бы вообще идеально. Мое появление здесь связано именно с городом. Я очень люблю город Казань. Я всегда отсюда, ну, перед этим я всегда приезжала отсюда с золотыми медалями домой. Плюс мне нравится обстановка, атмосфера. И скорее из-за города я приехала на этот чемпионат России. Волейболисты «Зенита» снова покорили Берлин. В пятом туре группового этапа мужской лиги чемпионов на выезде казанцам для победы хватило четырех сетов. Подопечный Владимир Олег надержали пятую победу подряд. А немцы потерпели третье поражение. Лишь только в третьей партии хозяева смогли навязать серьезную борьбу. В остальных без шансов для Берлина. Самым результативным волейболистом встречи стал Мэтью Андерсон, набравший 20 очков. В заключительном туре казанцы примут на своей площадке французскую Тулузу. Матч пройдет 28 февраля. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Время новостей о погоде. Спонсор выпуска изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Хотите качественную недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в феврале со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань. Восстание 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В республике сохраняется малооблачная и морозная погода. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Татарстана будет ясно, без осадков, до 6 градусов мороза. На северо-востоке республики ожидается ясная погода. Там температура воздуха составит минус 11 градусов. На севере республики малооблачно, без осадков и минус 10 градусов. На северо-западе ожидается переменная облачность. Местами пройдет снег, температура воздуха составит до 13 градусов мороза. На юго-западе республики облачно, с прояснениями местами снег и минус 11 градусов. В центре Татарстана будет ясно. Температура воздуха составит от 7 до 12 градусов мороза. В последующие сутки температура в республике начнут повышаться, местами ожидаются осадки. В Казани ожидается переменная облачность, временами пройдет снег. Температура воздуха составит около 14 градусов мороза. Ветер южный, слабый. Атмосферное давление повышенное, 774 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова